приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатке сегодня в этом видео уделим внимание 16 мая поговорим о народных приметах суевериях традициях этого дня также что можно и что нельзя делать в этот день далее друзья все более подробно так 16 мая православная церковь проводит празднование в честь икон божьей матери успения киева-печерской в народе же отмечает праздник мавры рассадницы жила мавра со своим супругом в конце третьего века были они распяты и подверглись серьезным истязанием за свою веру во христа их брак смог продлиться лишь 20 дней в этот день было принято засевать огороды семенами овощей и высаживать на крятке рассаду капусты еще мавра имела прозвище молочница животные а именно коровы с этих времен возвращались домой сытыми и у них появлялось больше молока чем безумно радовались хозяйки еще с этого дня начинали больше использовать уже созревшую на огороде зелень а остатки консервированных овощей оставляли на следующий год обращать нужно внимание и на погоду она может о многом подсказать будет хорошее урожай огурцов если в этот день ясно или большая роса сможет разразиться буря если вы заметите что утки и гуси крылья поднимают осенью будет теплая погода а лето будет жарким и комфортным если раньше черемуха зацветет можно не ждать даже дождей летом если черемуха пышно цветет весна будет плодородной если соловьи песни петь будут в этот день не рекомендуется заниматься любви любыми видами строительства все что сегодня вы сделаете не принесет счастья в будущем поэтому не экспериментируйте со своим счастьем но сегодня хорошо пройдут все сделки которые связаны с покупкой жилья дома участка и прилегающая к нему помимо радости от продуманной покупки сегодня могут образоваться дополнительные скидки или подарки принимайте все что судьба преподнесла вам не стесняйтесь вы очень много трудились и теперь самое время собирать плоды но не загадывайте на будущее ремонт и все что связано с квартирой или домом единственные планы на жилье это уют сейчас и счастья старайтесь рассказать о своей покупке меньшему количеству людей в своем окружении только близким на этом этапе нужно сохранить это в тайне а когда будет какой-то результат то можно будет рассказать не нужно в этот день мыть голову могут быть неприятности в каком именно направлении неизвестно но негатив притянется с тех мест которые у вас имеются самые проблемные или слабые места на чтобы избежать напряжения постарайтесь сегодня собрать волосы в красивый пучок чтобы не нервничать из-за прически образ можно разбавить красивым платком или заколками расскажите об этом своим супругом сегодня такой совет им точно будет кстати хозяйкам у которых есть домашний скот а именно корова лучше сегодня не впускать никого постороннего к ней потому что есть вероятность сглаза и может пропасть молоко так что остерегайтесь сегодня гостей в своем доме лишний раз просмотрите животное нет ли каких-либо моментов которые его корову мод беспокоить или раздражать сегодня вечером может исполниться ваше самое заветное желание которое вполне возможно будут касаться вашей личной жизни отношений с любимым человеком однако велика вероятность и разочарование в том что подарит вам судьба поэтому не стоит ожидать многого от заветного чуда радуйтесь тому что у вас что вам дадут конце концов вы самостоятельны и самодостаточны вы же должны быть естественным продолжением вашей второй половинки как бы вам и ему не хотелось этого у вас должны быть свои интересы и увлечения иначе вы просто станете неинтересны для окружающих в первую очередь для вашего любимого человека сегодня самый подходящий день для того чтобы решить какую сторону произошло изменение в лучшую или в худшую и если это в худшую то почему и что можно сделать для того чтобы все исправить наладить и починить если у вас были какие-то проблемы в личной жизни то сегодня они начнут медленно но верно уходить на нет причем процесс будет протекать совершенно независимо от вас и даже возможно незаметно однако результат будет очевиден и вам придется лишь в радостном изумление развести руками сегодня причиной домашних разногласий могут стать финансовые или имущественные вопросы иногда пустяковое разногласия может привести какой-то ссоре если вы плохо например владеете своими эмоциями найти компромисс будут нелегко но все же возможно также старайтесь сегодня избегать долгих бессмысленных разговоров не спорте из-за пустяков всегда можно найти компромисс найти общий язык с близкими сегодня будут правда труднее чем а быть обычно вас чаще критикуют чем хвалят и это кажется для вас обидным сегодня не стоит по пустякам нагнетать обстановку в семье все вопросы постарайтесь решить только мирным путем сегодня очень полезно поменять обстановку побывать в новых местах можно вместе со своей второй половинкой отправляться в поездке смена обстановки вам обоим пойдет на пользу она будет интересной но немного утомительной да и времени займет немного но вы не пожалеете что отправились в дорогу так как рядом с вами будут ваш любимый человек если вы все еще в поисках романтики второй половинки сегодня ваш день новые отношения будут развиваться стремительно и очень скоро станут важными для вас это благоприятный день для общения с любимым человеком вы можете рассчитывать на его поддержку и понимание сегодня вы с удивлением для себя обнаружите что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее чем вам казалось изначально с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы и получить ответы на те вопросы на которые вы не и не чаяли когда-то найти мины 16 мая отмечают викентий николай павел петр тимофей и ульяна но а дачники сегодня обращались к сыну божьему за благословением просили о хорошем и качественном урожаем также очень важно чтобы 16 мая вы накормили коров свежей майской травой чтобы потом получить от них парное молоко также в этот день уже кругом зелено поэтому этот день наши предки еще называли зелеными щами конечно же вы уже могли видеть подросшие и полезные травы это крапива щави лопук подорожник ассо тряской и иные кстати черемахи в этот день варят щи и также ею похлестывают друг друга чтобы болезни не атаковали весь год обращаем ваше внимание что в этот день не рекомендуется мыть голову иначе будут неприятности в этот день в огороде можете сажать все кроме капусты иначе ее съедят черви также запрещается сегодня 16 мая даже случайно проливать молоко на стол согласно народным приметам могут прийти неприятные гости которые принесут собой одни лишь беды и несчастья изремля наши предки считали что если даже просто капнуть молоком на стол в то предстоит встретиться с мелкими проблемами именно поэтому в этот день с этим напитком необходимо быть максимально осторожным запрещено также 16 мая покупать и дарить носовые платки наши предки верили что такое приобретение станет предвестником скорых похорон и самое минимальное зло это ухудшение здоровья и дарители и получателя платка а вот мужчинам в этот день 16 мая по народному календарю не рекомендуется работать в саду и на огороде в этот день народе считалось что в противном случае урожай будет небогатым не следует в этот день беспечно относиться к молоку если пролить его 16 мая в дом придет беда говорили наши прапрадеды это лучше вообще не пить и не использовать при готовке этот продукт также друзья обязательно 16 мая в этот день нельзя плакать даже от счастья иначе в жизни может ворваться настоящая печаль по этой же причине лучше не надевать 16 мая темную одежду иначе она притянет определенный негатив а также в этот день ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя дарить определенные вещи для того чтобы не призвать беду в свою жизнь поэтому сегодня не дарят часы дело в том что сегодня такой подарок недопустим для человека с которым вы планируете связать свою судьбу свадьба будет отсрочена или же брак окажется несчастливым также в этот день не дарят жемчуг он символизирует пролитые слезы если вам его дарят то необходимо над ним прошептать слезы из камня вон мне от него не урон буду жемчуг носить ему из меня слезы не давить также в этот день ни в коем случае нельзя дарить нательные крестики также обращаем ваше внимание что на в этот день нельзя брать в долг что-либо выбрасывать мусор выносить что-то из дома иначе это к бедности в течение дня нужно избегать и всевозможных ссор а вот сны на 16 мая считаются вещами далее друзья у нас с вами лунный календарь на 16 мая 2022 года друзья сегодня у нас 16 мая и у нас с вами 15 и 16 лунный день обращаем внимание что сегодня у нас с вами полнолуние луна в знаке зодиака скорпион обращаем ваше внимание что сегодня нужно быть очень осторожным внимательным и смотреть на много моментов потому что энергии очень много и в то же время если вы не можете совладать с этими эмоциями с энергией то это и ведет к разрушению поэтому сегодняшний день это день все-таки обман и иллюзий искушений и многих захлестнет шквал вот этой энергии человек чувствовать будут обострение всех чувств и процессов происходящих в нем причем проявлять себя с особой силой будут не только отрицательные качества но и положительные так что только от вас будут зависеть какой энергии вы дадите выход в этот день интуиция достигнет своего апогея все предчувствия этого дня имеет свойство сбываться в самом скором времени также нельзя допустить чтобы сегодня разум был в подчинении у эмоции а иначе день чреват очень плохими событиями контролируйте каждое свое чувство которое вы проявляете на людях и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас также очень важно чтобы работали над своим осознанием не нужно допускать черных плохих мыслей гоните прочь пессимизм и уныние и никому сегодня не желайте зла помните что все плохое бумерангом вернется к вам же также этот день борьбы между тьмой и светом и сложность дня вот еще в том что вы сами решите каким станет этот день для вас темным или светлым а такие вопросы к сожалению не всегда решаются легко ведь недаром символом этого дня является змея с одной стороны она ядовитая но это что же время на мудрая она гармонично сочетает себе смерть жизнь зло добро тьму и свет умерщвление и возрождение причем как нравственная так и физическая помимо всего этого змея очень хитрое животное и не старайтесь соревноваться с ней в этом поэтому постарайтесь в этот день все-таки усмирить свои эмоции и успокойтесь соберитесь с духом укротите страсти и желание начните укреплять самодисциплину очень хорошо в это время защищать других восстанавливать справедливость и быть борцом за счастье ну а касательно стрижки то сегодня вас намеренно будут уговаривать изменить внешность но будьте бдительны постарайтесь самого утра выглядеть хорошо это задаст более позитивный тон всему дню волосы соберите в косу в пучок или вовсе оставьте распущенными никакие косметические процедуры или стрижки вас сегодня не порадуют химическая завивка или ламинирование станут причиной мигрени и если вам все равно хочется каких-то перемен окрашивайте волосы в темный цвет тогда неудачи от вас отступят сегодня вы можете сделать гладкую прическу и волосы выпрямить утяжком все это привлечет к вам позитивную энергию поможет сбыться заветным желанием а космическая энергия подарит вам активность и любые слова будут легко притворяться в дела и вот такой друзья у нас день по народному календарю по лунному календарю на 16 мая друзья сами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал заходите на сам канал на канале очень много полезной важной нужно интересной информации ставьте лайк поделитесь обязательно этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии на прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимать это видео которое вам больше интересно смотрите там много полезной для вас информации